Всем здравствуйте! Итак, заканчивается дисквалификация Марии Шараповой. Кто в танке, напомню, что год назад ей присудили год дисквалификации из-за того, что у ней в крови найден мельдоний. Самое интересное, что это не есть допинг, просто это лекарство для восстановления сердца. Но, тем не менее, ей дали год, дали два, потом она подала апелляцию, дали год. И самое интересное, что теннисный мир разделился на две части. Некоторые ее критиковали, некоторые поддерживали. Самое интересное, что хакерская группа рассекретила данные, где Зелена Вильямс употребляла с сестрой именно допинг. И ничего, она выходит, ей аплодируют. То есть, это нормально. А по сути, должны были вообще лишить всех титулов, как по мне. А на Марину, видите ли, взъелись. Взъелись в основном те, кто всегда ей проигрывает. Те, кто никогда не выигрывали турниры большого шлена, такие как Каролин Лозняцкий и Агнешка Ротванская. Так вот, завтра в Штутберте она будет выступать против Роберто Винчи. Сказать, непростая для нее соперница, но 2-0 по личным встречам. Еще один момент. Сейчас Марину, не Марину, а организаторов турниров критикуют за то, что они ей предоставляют вайл-карт. Что такое вайл-карт? Это, к примеру, теннисист не заявился на турнир, а ему предоставляют вайл-карт. То есть он попадает сразу в основную сетку без прохождения квалификационных раундов. Так вот, турнир в Штутберте, турнир в Мадриде и в Риме дали ей вайл-карт. Обрушились с критикой на организаторов, и теперь впереди Ролан Горос. Хотел как бы дать, но надавили, и теперь они примут решение 15 мая. Так что посмотрим, каково будет возвращение Марии Шараповой. Всем спасибо, до скорой встречи!